В Городском музее искусства Омска открылась выставка детских работ. В этот раз детей вдохновила музыка, симфоническая, хоровая, рок или джаз. Что еще слушают современные дети-художники, выяснила Ксения Бессараб. На этих рисунках дети изобразили неизображаемые. Музыка у всех разная. У одних это бесформенный темный вихрь, а другие показали ее через людей. На выставку попала и работа Александры. Она услышала музыку в воде и солнце. Это основные стихи, и музыка чаще всего изображает именно их, природу. И я решила выбрать цвет воду. Музыка, она безгранична, и поэтому я решила, что она будет выходить за рамки. Свою любимую музыку джаз исполнила в цвете Анна. Здесь скрипка, виолончель и контрабас. Я нарисовала вдохновение музыки. У тебя первый раз работала? Да, первый. Это моя первая работа в школе рисования. Самая первая работа принесла девочке удачу. Анна заняла первое место. Источником вдохновения для детей стали стили и жанры музыки, авторы и исполнители, конкретные произведения и песни. Всего для конкурсного отбора прислали 350 работ. Из них на выставку попали только 150. Нарисовать музыку художникам предложила Людмила Рейх. Теперь она знает, какую музыку любят дети. У меня было такое предложение, прежде чем рисовать, нужно было включить детям музыку. И многие педагоги включали музыку симфоническую, джазовую, руссконародную, национальную, какую-то музыку, ту, которая бы их вдохновила. Я все время хотела узнать, что они слушают в наушниках. Сейчас же все слушают в наушниках. И я хотела узнать буги-вуги. Кто-то буги-вуги, кто-то, ну я не знаю, симфоническую музыку, очень любят дети слушать. Всех участников выставки наградили грамотами, дипломами и памятными призами. А еще один подарок всем сделала ученица музыкальной школы. Для художников вокалистка исполнила фольклорную песню. Никто шумушку не знал, пусть и не позвали. Ксения Бессараб, Андрей Кузьмин, Антенна 7.